Вы всё ещё говорите «красивее» вместо «красивей», «латте» вместо «латте»? Если да, то вам точно нужно узнать о всех интересных фактах о русском языке и происхождении слов. Слушай внимательно и запоминай. Начнём говорить грамотно вместе. Как думаете, почему слова «солёный» и «сладкий» происходят от одного корня? Слова «солёный» и «сладкий» родственны друг к другу. Дело в том, что соль в древности была редким товаром, и слово для обозначения солёности стало обозначать вкусность пищи. Но так как вкусная еда не обязательно солёная, значение слова перешло и на сладость. В распространённой ранее поговорке «без соли не сладко, а без хлеба не сытно» слово «сладко» употреблено именно в значении «вкусно». Откуда взялось приветствие «дай пять»? Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. Существовало и приветственное выражение «дай пять», которое позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «дай пять». А помните моменты, когда говорили «я тебя победю» и задумывались, а правильно ли сказал? Так как же будет грамотно «побежу», «победю» или «побежду»? В русском языке есть ряд глаголов, которые не имеют формы первого лица в настоящем или будущем времени. Например, «дудить» и «пылесосить». Но вот глагол «победить» не допускается ни одним словарём. То есть варианты «победю», «побежу» или даже «побежду» недопустимы. Вместо «я побежу» используется оборот «я одержу победу». С вами была Анастасия Денисова с программой «Родное слово». Начнём говорить грамотно вместе. Родное, родное слово. Слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова